Девушки отдыхают 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 А сейчас к ситуации в Махачкале Число пострадавших при взрыве на АЗС возросло до 115-62 человека В том числе 16 детей Находятся в больницах Состояние 11 из них оценивается как тяжелое В Дагестан прибыл спецборд МЧС Он примет часть пострадавших Специалисты также будут оказывать помощь на месте В результате пожара в автосервисе Который перекинулся на АЗС И привел к взрыву Погибли 35 человек Возбуждено уголовное дело На место ЧП работают следователи В Дагестане объявлен день траура В соцсетях появилась информация Что предварительная мощность взрыва В Махачкале оценивается В 35 тонн в тротиловом эквиваленте В автосервисе, где начался пожар Хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры Она же взорвалась в порту Бейрута В 2020 году Тогда погибли 210 человек Около 6 тысяч получили ранения Население опустошенного пожарами Острова Мауи на Гавайях Столкнулось с новой бедой Там по ночам орудуют мародеры Полицейские и военные Не успевают реагировать на все вызовы В природной катастрофе погибли 99 человек Несколько тысяч остались без жилья Однако президент Байден Пока не нашел времени посетить пострадавший От стихии остров Он только пообещал выплатить пострадавшим По 700 долларов При этом каждый американский налогоплательщик За год потратил на помощь Украине Гораздо больше Зеленая повестка развитых стран Ведет к эксплуатации детского труда По данным Sky News Около 40 тысяч детей и молодых людей Из Демократической Республики Конго Вынуждены с 4-х летнего возраста Добывать кобальт на рудниках Для аккумуляторов электромобилей Которые должны спасти мир от загрязнения Дело в том, что Конго Имеет самые большие в мире залежи кобальта 60% от мирового объема Этот материал используется Также ведущими производителями Смартфонов и ноутбуков Получающими миллиардные доходы от продаж Между тем, Конго Остается одной из беднейших стран в мире Где маленькие дети вынуждены работать В опасных условиях Вместе с родителями Группа итальянских документалистов Снимает фильм о дружбе между Белоруссией и Италией О настоящей народной дипломатии Которая зародилась и живет Благодаря инициативе оздоровления На острове Сардиния белорусских детей С территории пострадавших от аварии На Чернобыльской АЭС С этой трагедией началась большая дружба Между белорусским и итальянским народами Наши страны и люди Объединились, чтобы помочь детям Такие проекты, безусловно, могут улучшить Жизнь людей Проект по оздоровлению детей После Чернобыльской катастрофы Позволил многим детям из Беларуси Познакомиться с новой культурой И получить более богатый, широкий опыт жизни в Италии И эти знания, эта культура Некоторые из них принесли с собой в свою страну Мы провели интервью с девушкой Которая жила в интернате И теперь у нее есть прекрасная семья И это лишь один из множества примеров Которые могут стимулировать Другие проекты сотрудничества Документалисты взяли интервью У четырех девушек В фильме героини расскажут о своей судьбе О связи с приемными итальянскими семьями И о том, как благодаря этому примеру Строили семью сами Больше информации у моих коллег В 15 часов Я на этом с вами прощаюсь До завтра Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok